Дорожная карта В последние годы преображается не только город Самара, но и вся Самарская область. Так, в частности, город Сызринь Самарской области дождался долгожданного преображения. Ощутимые изменения в подходах к ремонту и содержанию уже имеющихся и строительству новых объектов транспортной инфраструктуры, а также в вопросах благоустройства в третьем по размерам и численности населения в городе-губернии начали происходить с 2013 года. Так уже можно утверждать, что всего за несколько последних лет активных работ в городе удалось отремонтировать большую часть улиц основной дорожной сети города. 35-й период до 2017 года и 17 только в этом сезоне. В титульный список объектов по текущим контрактам входят и центральные улицы, и те, что находятся в глубине жилых массивов. Улица Кенельская, улица Губкина, проспект Королёва, внутриквартальный проезд, улица Новокулбышевская от Магистральной до Чайковского, улица Чайковского от Новокулбышевской до Разворотной, Лаза, внутриквартальный проезд, улица Первая линия, улица Нефтепроводная, улица Красноуральская, улица Образцовская, улица Нефтяная, участок автомобильной дороги от Хвалынской до Хабаровской, переулок Степной, улица Звездная от дома 52 до дома 74, Коммунистическая, Октябрьская, Саратовская, ДОУ номер 3, участок автодороги по улице Комсомольская, Володарского. На данный момент в городе Сызрани разведены работы по ремонту автомобильных дорог. Отремонтировано более 35 улиц, в том числе в которые входят проспектные дороги и также дворовые территории. В данном году на ремонт города Сызрани выделено 133 миллиона. Количество улиц составляет у нас под ремонт, который попадает, 17 улиц. Улица Нефтяная, улица Нефтепроводная, переулок Степной. По улице Степной у нас заложен комплексный ремонт. В него входит ремонт асфальт-бетонного покрытия с элементами благоустройства, ремонт тротуаров. Более разрушенные улицы были по техническому своему состоянию. На них было очень большое количество выбоин, сетка трещин, на которых необходимо было произвести дорожные работы для улучшения проезжей части. А гарантия на данный вид работы составляет 5 лет. Лучшим показателем качества работы видимых изменений в городе являются участки, где работы по обновлению дорожного покрытия были проведены несколько лет назад. Вопреки расхожему мнению, что многие от свежеотремонтированные дороги практически через несколько месяцев требуют нового ремонта, обновленные дороги Сызрани не пришлось латать или даже вовсе переделывать спустя уже и продолжительное время. И оценивая их по прошествии нескольких сезонов эксплуатации, вывод напрашивается однозначный. Их сделали, как полагается, на совесть. Одной из таких дорог Сызрани является четырехполосный автомагистрат по улице Победы, комплексный ремонт которой закончился еще в 2014 году. Данный объект автомобильной дороги по улице Победы производился ремонтом в 2014 году. В комплекс этого ремонта входило устройство осваивательного покрытия, замена бортовых камней, также элементы благоустройства. Это ремонт тротуаров у нас входило, замена автопавильонов и устройство газонной части. О качестве работ компании «Автодор Инженеринг» можно судить по количеству объектов, приведенных в порядок за последние несколько лет – 2014 и 2016 годы. А это 33 километра дорог, более 50 улиц. Прошло несколько лет, и мы видим, что они находятся не просто в удовлетворительном состоянии, а в очень даже хорошем, о чем свидетельствуют и сами сызренские автолюбители. Дорога была плохая, ямы были, вот еще сливную эту сделали, где воду. Татуары сделали, остановку сделали, площадку половину вот зафальтировали бы, еще побольше бы ее сделали, а то неплохо подъезжали. Так вот и ничего. Дорога хорошо делает, делает, получше стало, получше, можно. Что было 3-4 года назад? Дороги плохие были. Ну, ямы были везде. Было недоволен. Сейчас дороги вообще отлично. Больше дорог ремонтируется меньше. Центральные дороги города починили. Мне, как автолюбителя, стало комфортнее передвигаться. Сам доволен, потому что живу в поселке Сердовина. Сердовина сейчас перешел в город, раньше была закрытая часть, сейчас там дорогу восстановили целиком, до поселка Сердовина. Вот, и в самом поселке. Была отвратительная дорога, сейчас очень хорошая. Спасибо. А на чем появляется отвратительная дешевизия? В каком состоянии она была? Можете описать? Можно. Ноги ломали. Все настолько плохо? Настолько плохо было, да. Какая? Ямная. У меня вот дочь только ездила, недавно колесо пробила. Плохая была, объезжали ямы, были ямы. Много начали ремонт делать правильно, увеличился масштаб. Вы это замечаете? Замечаем, конечно. Так как мы на машине ездим, мы замечаем. Конечно, чувствуется, что раньше было, что сейчас большая разница. Сейчас больше заботы, больше денежек к нам вкладывают. В парк вот ходили, вот этим местом ходили, а сейчас не узнать. Преобразовалось очень хорошо. Нравится вам? Очень даже. Вообще город преобразуется. Сейчас очень хорошо. Возьмите 3-4 года назад, что у меня было? Ну, конечно, не то было. Даже говорить нечего. Плохие дороги были. И сейчас еще есть не очень хорошие, но да еще много делают. Сейчас вот правда на Брасовской стали делать эти пешеходные дороги. Вы вообще не увидите или с масштаба поступите? Конечно, конечно. Намного лучше. Где окончание ремонта? Должны. Должны, должны. Думаем, конечно. Думаем, что будет лучше. И надо бы лучше уже. 21 век. Дороги лучше стали. Не везде, но преобразование видно. А какие-то еще другие пешеходные пешеходные? Ну, я бы сказала, что спальный район тоже нужно охватывать. Не только центральные улицы, где, например, машины ездят, но и все остальные районы, где люди живут. Тоже можно охватить тротуары. Не везде ездят. Лучше стало. Вот за последние три года прям значительно лучше. Город стал чище, интереснее. Много отреставрировано каких-то, может быть, даже станет. А что у тебя окончание ремонта? Да, я надеюсь, что мы успеем дожить до этого момента. И в этом городе еще будет красиво, интересно в наше время, скажем так. А не только для поколения будущего. Ну, 3-4 года назад еще хуже было. Сейчас делись за дороги, делают потихоньку. Ну, в общем, картина по сравнению, чем было 5 назад, конечно, лучше. Получше стали дороги. Хотя бы вот починили за эти... Вот пока Меркушкин-то маленький взялся. А то вообще, как говорится, попа была. Еще бы маленький совсем. Утонули в грязи. Ехали, только вот кругом одни ямы, все тут было, да. Иногда едешь, едешь, сможешь покойник просыпаться. А сейчас все нормально. Да, сделали бордюр, сделали эти, как пешеходные дорожки. Спасибо большое. Из меня не чувствуете? Конечно, чувствуете. В избежание любых недоработок и казусов на производственных участках в период проведения работ ведется усиленный контроль, который осуществляет не только заказчик, но и сама подрядная организация. Все этапы обустройства дорожной одежды от укладки асфальта до установки бортового камня подрядчик компании «Автодоринженеринг» контролируют при помощи собственной лаборатории. И, соответственно, все материалы, которые используются при ремонтных и строительных работах, также проходят тестовые проверки. В контроле осуществляется фирма заказчиков «Автодоринженеринг» «Автодоринженеринг» в городе Северной. А собственно, не так продается? Да, у нас также есть в нашем предприятии лаборатория, которая отслеживает все моменты по укладке асфальтно-бетонного покрытия, по качеству асфальтно-бетонного покрытия, также по установке бортовых камней, по качеству бортовых камней, ну, соответственно, всех материалов. В этом случае у нас лаборатория сразу оповещает, и на данном участке, если есть какие-то недочеты, мы их сразу в кратчайшее время пытаемся устранить. Ну, данная фирма у нас «Автодоринженеринг», она зарекомендовала себя с очень хорошей стороны. Заказчики всегда очень довольны выполнением наших работ и по качеству, и по времени всегда работа осуществляется строительной вовремя, выполняется в сроке. Весь процесс ремонтных работ состоит из нескольких этапов, в число которых входит фрезерование, устройство выравнивающего слоя, основа и укладка финишного слоя асфальтобетона, материал которого как раз и зависит от степени загрузки и грузовой нагрузки конкретной дороги. При работах в Сызрине широко используется уже хорошо себе зарекомендовавшая на многих объектах Самары марка асфальтобетона категория «ЩМА». По видам работ, первый по виду работы, когда заходят на данный участок, у нас сначала идет фрезерование данного участка, выравнивая профиля, второе идет у нас устройство нижних слоев, асфальтобетонный покрытий, выравнивающий слой из крупнозернистого асфальтобетона смеси. И финишный верхний слой у нас идет либо «ЩМА» применяемый, либо мелкозернистый «Б-2». Ну вот мы ввели в новую марку асфальт «ЩМА» мощный асфальт-бетон, так как он себя хорошо зарекомендовал в городских условиях. Но что касается материалов, которые подрядчик использует на объектах, и здесь не все так однозначно, и о принципах формирования номенклатуры сырья стоит рассказать подробнее. На каждом участке работы они различны, и выбор конкретной марки асфальта зависит от задач и условий эксплуатации каждой конкретной трассы. Один из важнейших параметров при принятии решений – степень загруженности дороги. И материалы подбираются таким образом, чтобы они могли обеспечить заявленные в контракте требования заказчика. Гарантия на все виды работ – 5 лет. Она одинакова для всех объектов. Поскольку очевидно, что у дорог, являющихся по сути внутрирайонными или межквартальными проездами, и у магистральных улиц совершенно разные нагрузки, то и выбор материалов для обеспечения без проблем эксплуатации в гарантийный период должен быть соответствующим. В зависимости от нагрузки дорог, асфальт-бетонного покрытия, марки асфальта применяются различные. Например, на проспектах, в верхних слоях сейчас применяется щебеночно-мастичный асфальт-бетон, так как он хорошо себя зарекомендовал по прочности городских условиях. В дворовых территориях используется марка асфальт мелко-зеленый стабе-2, так как там более-менее пропускаем автомобиль и нагрузок таковых нет. Параллельно с масштабными работами по обновлению проезжей части муниципальных дорог реконструируются и инфраструктурные объекты, которые важны не только в плане надлежащих эксплуатационных качеств, но и с эстетической точки зрения, поскольку они формируют облик города на знаковых его местах. Одним из самых интересных объектов представители организации подрядчика отмечают переулок Лодочный, где компания автодеринженеринг занималась благоустройством в городской площади. Для данной строительной компании такой профиль работы не является новинкой, и поэтому важный для созрания объект брали в работу не только безопасный за то, сумеет ли справиться с этим заданием. Напротив, именно из-за осознания значимости этого места для имиджа всего города, компания хотела внести свою лепту в придание площади перед Кремлем достойного вида. Переулок Лодочный был очень такой. Ну, то, что это для примечательниц города, там устанавливается новый памятник, и хотелось, чтобы там все выглядело очень хорошо и красиво, так, как там посещаемость, очень большая посещаемость туристов. На данной площади мы производили устройство асфальт-бетонного покрытия в самой площади. Также в этот комплекс входило благоустройство тротуаров, пешеходных зон, и установка бортовых камней. Ну, это новая была для вас? То есть, не ваша работа, это не профильная работа? Нет, мы данной профильной работой занимаемся уже давно. Уже к середине августа большинство запланированных на сезон объектов проведены в порядок. Работы на них завершены досрочно. При этом стоит отметить, что и в самый пик ремонта дороги в городе не перекрывались, так как техника выходила на дороги преимущественно в ночное время суток. А вот ремонт внутриквартальных территорий осуществляется исключительно днем. Это совершенно отдельная тема проведения городской инфраструктуры в надлежащий вид и показатель нового подхода к комплексному ремонту больших пространств с формированием и комфортной среды проживаниям. Ровным, без ям и почек должно быть не только дорожное покрытие городских улиц, но и покрытие проезда по дворах. Невиданный ранее по своим масштабам ремонт пришел и во многие дворы Сызрани. Сейчас на участках одномоментно задействованы около 7 единиц дорожно-ремонтной техники. В зависимости от сложности вида текущих работ на конкретном участке, количество техники и технического персонала варьируется. Определенным видом работам, которые нельзя произвести в дневное время, мы работаем в ночное время. Данные участки мы фрезеруем, готовим под асфальт. И также подготовительная работа производится. В зависимости от улицы, по технике у нас работает не менее 6-7 единиц дорожной спецтехники. И, соответственно, бригады из дорожных рабочих в составе 6-8 человек. На данный момент основные запланированные на сезон работы по приведению в нормативные состояния дорожной сети завершены. Сдача всех объектов в эксплуатацию намечена на август. Работа по благоустройству и ремонту дворовых территорий планируется завершить в сентябре-октябре этого года. Тогда же и эти объекты будут сданы заказчику. Информация для автолюбителей. Этой осенью на нескольких участках города появятся новые комплексы автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Список объектов, которые будут подвержены усиленному контролю, входит в участки Московского шоссе около домов номер 20, 15А, 35А, 120, 83, 151. Здесь камеры планируются установить по две полосы в оба направления. Три полосы реверсивного движения. Кроме того, видеофиксация появится по улице Нового вокзальной 1. Также по две полосы в оба направления и Кировский мост. По три полосы в оба направления. Все работы по установке оборудования планируется выполнить до конца сентября этого года. И еще одна новость про Московское шоссе. К началу учебного года схема движения на нем вновь претерпит изменения. В районе строящейся развязки на улице Луначарского транспорт по направлению в город будет ходить по правой стороне будущего кольца. При этом съезд с улицы Гагарина будет закрыт. Открыть уже готовую часть кольца планируется примерно через две недели. Сейчас на объекте этап подготовительных работ, после чего приступят к дорожной части и обустройству соответствующей транспортной инфраструктуры, в том числе установки опоросвещения и контактной сети троллейбусов. Отметим, что проектом предполагается закрытие проезда со стороны улицы Маломосковской и организация на этом месте разворотной площадки. Установка светофоров и оборудование пешеходных переходов запланирована на съездах с развязки в сторону улицы Луначарского и на двух в сторону Московского шоссе с западной и восточной сторон. Окончание всех работ на развязке и сдача готового объекта в эксплуатацию ожидается к 1 октября 2017 года. А это была программа «Дорожная карта». Смотрите нас на телеканале СКАТ, ТНТ и в социальных сетях.